всем привет на канале интересное рядом сегодня у нас снова видео из тольятти и это видео из малого выставочного зала музейного комплекса наследия которые мы с вами посмотрели в первом нашем видео вот так вот внешне выглядит само здание не отключайте видео мы вам расскажем о выставке которая сейчас открыта здесь в этом здании в малом зале раз располагаются в выставке которые периодически меняются то есть если в основном здание выставка постоянно действующая с не меняющейся экспозиции то здесь наоборот экспозиция сменяет одна другую ну а теперь пройдем вовнутрь и посмотрим что внутри чем-то похоже она на экспозицию но здесь уже чувствуется присутствие людей и их занятия даже по прихожей условной прихожей нужно понять что здесь живет семья хозяин дома хозяйка страшная модница судя по наличию шляпок и сумок детишки которые занимаются спортом обувь тоже характерная для прошлого века середины прошлого века и вот эти бутики они чем интересны тем что вот если заглянуть там можно увидеть пространство под каблучок эти бутики одевали на верхнюю обувь то есть на туфли шли куда-то там в кино в гости или в театр снимали и ноги были чистые свободное от работы время здесь занимается столярными руками здесь представлены инструменты столярные далее у нас идет условно кухня женское царство и здесь мы видим лет в котором расположились 7 слоников более локтая посуда в нижней части более радиола радиола своего рода музыкальный центр здесь радио можно послушать и пластинки и даже часы бимка можно наблюдать костюм женщин того периода платье сейчас тоже очень актуальный горошек далее предметы которых сейчас не увидишь на кухне да это примусы это кирогаз первое время не было газа газа терка терка для большого для больших объемов место где собирались вечерами собирался семья гости мы видим чем же занимались не очень кто-то занимался рукоделием вышивали вязали женщины рассматривали а кто-то учил уроки очень очень хорошо хочу уроки писали чернильными ручками шахматы играли читали прессу подписывали открытки и вот здесь кстати к новогодним открыткам лежат и новогодние хлопушки тоже периода шестидесятых и пятьдесятых годов вообще интерьер того времени он такой эклектичный очень в каком плане здесь можно было увидеть и зеркало старинное в то же время современный телевизор а это детская детская кроватка на которых на таких кроватках спали еще и в 70-е годы дети очень она была удобна детям тем что можно было бы с ней пофантазировать можно было сделать и штабик и комнату для куклы внизу и спрятаться и гараж туалета в частных домах не домах не было поэтому были вот такие биотуалеты кресла с отверстиями так горшочек стояла ночничок такой ай вот этот предмет очень интересный это военный трофей это немецкие ботинки привезены были из германии в сорок пятом году папа привез сына очень хорошо сохранились немецкое качество и машин практически идеально такое ощущение как будто новые можно на елку вот эта машинка приехала к нам из самары стояла на даче на сороковые годы здесь 5 не убиваемые были игрушки велосипеды тоже не убиваемые ветерок трехколесного также переделывался двухколесный и потому как железо было настоящее сейчас можно пытаться антивандальное ружье из дерева и железо здесь у нас представлена временная выставка посвящена 75-летию здесь личные вещи и предметы также здесь представлены медицинские предметы тоже прошлого столетия особенно тревожит душу вот этот вот шприц у детей потому что они же думают что всегда были одноразовые шприцы а тут значит такая штука страшная мы-то такие еще помним конечно они подобные по крайней мере они такие не видели следующая выставка это выставка посвящена письмам ставропольчан писали ставропольчане своим родным поделена она на три блока первый блок это письма огненного выпуска знаменитого это десятеклассники которые заканчивали в сорок первом году их называли огненными выпусками здесь как раз представлен десятый а десятый б ставропольской школы писали они учителю воронцовой любовью юрьевне свои письма ушедшего на фронт директора она сменила в сорок втором году письма очень трогательные наполненные тревогами и заботами и какими-то и победами ну одним словом доверяли доверием пользовалась учитель у своих детей всем она отвечала и всех знала кто где проходит свое испытание службу свою следующий блок это блок посвящен борису воробьеву и его письма на родину 18 лет он был признан в ряды красной армии и полгода проходил курсы подготовки командиров танковых войск здесь неспроста у нас образ матери и солдата потому что его мать Александра ездила к нему не раз у меня в своих письмах он очень часто переживал как она добралась добралась ли она потому что дорога была сложная пишет и о сухарях что сухари закончились и теплые вещи нужны ну вообще первые полгода такие письма ребенка оторванного от дома но когда уже попадает на фронт это совсем другой человек совсем другие письма очень такие сухие сдержанные но полны оптимизма что ничего с ним не случится все будет прекрасно он вернется защищая польскую землю в сорок четвертом году в октябре он погиб следующий блок посвящен у нас любви молодости и победе конечно же главный герой этого блока Исаев Дмитрий Владимирович вот он слева очень был разносторонне развитый молодой человек любимец девушек писал стихи играл на баяне и вот его письма верни девушек с которыми он знакомился когда был в госпитале у него была была тяжелая контузия и вот он знакомился с медперсоналом причем контузия была такая что он даже потерял речь и волос то есть вот там переписка была и даже несколько переписок у нас сохранены тоже письма написаны таким бесхитростным языковым все девчонки его просто обожали и фотографию сохранил ну конечно же не он нам передал всю эту переписку и фотографию передала уже дочь после его смерти он работал инженером на одном из предприятий а сам он из Васильевки родился он в Васильевке советую вам найти время посетить это место и вы будете приятно удивлены тем что увидите ну еще в конце хотелось бы сказать что эта экспозиция находится в городе Тольятти по улице советской 38 а прямо напротив основного здания музея ну и на этом закончим наш обзор это место малого выставочного зала музейного комплекса наследия в своем видео я выражаю благодарность работникам музея которые пошли навстречу разрешили проведение съемки в данном музейном комплексе и особое спасибо и благодарность работнику музея который произвел закадровый комментарий экспозиции музея подписывайтесь на наш канал пишите в комментарии какие места в Самарской области вы бы еще хотели увидеть через мои видео всем удачи берегите себя пока пока пока